Здравствуй, солдат! Хоть я тебя не знаю, но... Инсав Хафизов первым делом решил написать текст письма, только после этого перейти к этапу рисования. Мальчик пока не придумал, какая патриотическая иллюстрация будет изображена на сложенном треугольником листе. А вот Марсель Султанов точно знает, что будет украшать его работу. Это будет танок Т-34. Она мне понравилась, потому что я ее видел в фильмах и на экскурсиях. В четвертом классе учатся 30 детей. Все они вкладывают в свое именное письмо не только души, но и пакетик чая, который может согреть наши солдаты в осеннюю прохладу. Эти конверты я придумала сама. Мы договорились с коллегами, чтобы мы засунули туда чайные пакетики и разукрашиваем их, приклеим, и они будут там пить чай. А что значит твои сердечки? Сердечки – это значит, что мы их очень сильно любим, чтобы мы в них верим, чтобы они победили. А можно я тоже внесу свой вклад и тоже хочу написать в письме свое слово? Ты дашь мне фломастер, и я обязательно тоже отправлю письмо нашим солдатам. Спасибо. Я просто напишу, что мы ждем наших солдат. Но на этом патриотический классный час не заканчивается. Дети, разбившись на команды, создают уникальные стен газеты для наших военнослужащих. Название каждой продумывается всеми членами команды очень серьезно, ведь оно не для отчетности, а для поднятия воинского духа. Стараются украсить землянку нашим солдатам, свою душу давать. Тепло, то, что они делают, наверное, будет передаваться нашим солдатам. В этом образовательном учреждении патриотическому воспитанию уделяется особенное внимание, о чем свидетельствуют и многочисленные выпуски кадетских классов. Кроме этого, каждый класс в данной школе старается внести свой вклад в помощь нашим солдатам. Также они активно принимают участие в производстве окопных свечей. Также в дальнейшем планируют они производство топливных брикетов и маскировочных свечей. Опыт передачи написанных писем у образовательного учреждения отточен с прошлого года. Они передаются через известного в районе мецената, осуществляющего доставку гуманитарных грузов в зону СВО Фанеля Гизатулина. Гулина Гельмолина, Алмаз Камалеев, Лизан Ургалиева. Новости Татарстана.